Уходящий, крайне непростой 2022 год стал для японской компании Сузуки годом повышенной социальной активности. Так, автопроизводитель выступил партнером соревнований X-Waters, международной серии заплывов на открытой воде. В этом году состязания проходили в частности на красивейших водоемах России, среди которых Волга, Нева, Байкал и Селигер. Японская марка предоставила оргкомитету серии кроссовер Сузуки Витара. Эта же модель отметилась в другой интересной активности компании – гонке с поездом на самом длинном в мире пассажирском маршруте – Москва-Владивосток. Мероприятие было организовано журналистом и путешественником Андреем Леонтьевым и тревел-блогером Юлией Костюшкиной. За шесть дней автомобиль проехал более 9 тысяч километров. Другая, не менее легендарная модель – Сузуки Джимни стала победителем российской премии «Внедорожник года» в номинации «Компактный внедорожник». Компания продолжает планомерно придерживаться долгосрочной стратегии, нацеленной на защиту окружающей среды. Ожидается, что в 2050 году новые автомобили Сузуки будут выбрасывать в атмосферу на 90% меньше вредных веществ по сравнению с 2010 годом. Среди подобных других начинаний – исследование в области водородного топлива, использование энергии из возобновляемых источников и переработка старых автомобильных деталей. В уходящем году у компании случился юбилей. Ровно 40 лет назад началась активная деятельность Сузуки в Индии. И деятельность вполне успешная, о чем может судить каждый, кто хоть раз бывал в этой стране. Машин с логотипом японской марки на дорогах там действительно очень много. Годовщину компания отметила закладкой новых производственных мощностей. А в 2025 году в Индии откроется еще один завод, который сможет выпускать до 250 тысяч автомобилей в год. Что касается представленных на российском рынке новых автомобилей Сузуки, то и здесь есть любопытные моменты. Ведь прежде компания представляла у нас достаточно скромный модельный ряд из двух-трех моделей. Однако теперь, благодаря параллельному импорту, у нас можно купить машины с названиями Иртига, Сиас и Болена. Да, это модели Сузуки, о которых прежде мы практически не слышали. Тем же путем к нам попадают и свежие хэтчбеки Сузуки Свифт. И если верить агрегаторам объявлений, цены на эту новинку не такие уж и пугающие, учитывая, сколько сегодня просят за свою продукцию официально представленные у нас китайские бренды. Субтитры создавал DimaTorzok